19 век. Америка. Перегонщики скота регулярно проделывают огромный путь из Техаса в Канзас и далее по железным дорогам континента. Развитие транспортной системы позволяет теперь достичь самых северных городов Америки, таких как Нью-Йорк и Чикаго. Однако бизнес здесь еще более жесткий и помимо преодоления уже привычных тягот путешествия, необходимо создать сеть торговых постов в придорожных городках. В общем, недавно удалось мне попробовать дополнение к этой замечательной, на мой взгляд, евростратегии вот с этими суровыми мужчинами на обложке и мне есть что сказать по этому поводу. Для тех, кто не знаком с игрой совсем, я настоятельно советую перед просмотром данного видео ознакомиться или почитать правила или посмотреть мой старый обзор, на который ссылочку я для вас оставлю в описании. Я думаю, что оно непременно того стоит. Игра как минимум входит в первую десятку рейтинга, общемирового рейтинга на сайте BoardGameGeek. У нее довольно много нюансов и в целом порог вхождения в игру выше среднего, но удовольствие, которое вы получите, играя в эту игру, оно с лихвой это время на изучение игры и ее нюансов оправдывает. Я не буду сейчас возвращаться к базовым правилам, покажу вам и расскажу, что входит в дополнение к игре, какие новые механики, как они работают и, как обычно, поделюсь своими впечатлениями. Итак, что же мы найдем в коробочке? Ну, в первую очередь, это, конечно же, вот такое расширение для игрового поля. Таким образом оно выглядит. И присоединяется к игре вот таким образом. Как мы видим, оно перекрывает собой линию основных городов, а также вместе с ним добавляются новые северные города, в которые также можно будет пригнать скот на продажу. Еще здесь появляется новый вид вот таких клеток, это городские площади. Как с ними взаимодействовать и что они вносят в игру? У игроков появляется новый вид действий — установить торговый пост. При подготовке игры с допом все получают вот такую штуку, вдобавок к планшету игрока, и на нее выставляются фишки торговых постов. Так вот, выполняя действия «Установить торговый пост», вы берете отсюда, с самой левой клеточки фишку и занимаете ей свободную клетку на городской площади, которая вам доступна. С самого начала игры они вам доступны не все, а вначале доступна вот эта городская площадь, которая лежит через один железнодорожный путь от Канзас-Сити, а также все те площади, которые соединяются через один железнодорожный путь с городом, где лежит ваша фишка. Например, если вот так у нас в Чикаго будет лежать фишка, то нам доступна вот эта площадь и вот эта. А также после того, как мы поставили вот здесь торговые посты, мы сможем поставить торговый пост вот здесь и вот здесь. То есть через один железнодорожный путь от тех площадей, на которых уже есть наши торговые посты. То есть постепенно вы будете строить посты и продвигаться к более дальним площадям. Зачем это делать? Ну, во-первых, самое очевидное, здесь есть мгновенные действия. Например, поставив сюда, вы получите две монеты. Во-вторых, площади бывают при железнодорожных станциях, при средних городах и при крупных городах. Установив торговый пост на площади при железнодорожной станции, вы можете улучшить эту станцию по правилам базовой игры, как если бы пригнали сюда свой паровоз. Установив торговый пост на площади у среднего города, это все города вот с такими голубенькими жетонами, вы активируете действия на жетоне. Этих жетонов в коробке дополнения 10 штук, а городов 6. И жетоны распределяются между городами случайным образом. Так что это еще один такой плюсик переиграбельности. И установив свой пост возле крупного города, например, как Торонто, вы можете в дальнейшем совершить в этот город доставку скота. Кстати, обратите внимание, что город Сан-Франциско теперь находится не на основном поле, а на дополнительном. И почему выгодно до него добраться с помощью торговых постов и совершать в него несколько поставок скота. Я напомню, что только в Сан-Франциско можно на протяжении игры несколько раз доставлять скот. Обратите внимание вот на это его свойство. Оно обозначает, что за каждую фишку доставки скота вы получите столько победных очков, сколько у вас освобожденных от торговых постов на дополнительном планшете колокольчиков, полей с колокольчиками, умноженными на 2. То есть все это в целом еще один элемент соревновательного взаимодействия для игроков. Что же еще мы найдем в коробке? Найдем мы еще вот такие жетончики обмена. Один дается каждому на старте, и в процессе игры у вас также будет возможность получать их. Например, когда полностью очищаете некоторые клеточки с колокольчиком на дополнительном планшете. Потратить их можно в любом количестве и в любой момент игры, даже не в свой ход. Каждый жетон позволит вам поменять карты скота в руке, то есть собрать, вероятно, более сильную руку для продажи. Как это работает? Ну, за то, что мы очистили ячейку, мы должны были получить один жетон. И, например, я хочу им воспользоваться. Сбрасываю. Теперь можно взять до двух карточек скота из своей стопки, посмотреть, и сбросить столько же, сколько набрали. Вот эти две карты я взял, теперь должен две сбросить. Вот у меня как раз есть одинакового цвета вот это, и вот это. Их я отправляю в сброс. Теперь у меня гораздо более выгодная для продажи рука. Также в игру добавились и новые частные постройки, по два двусторонних жетона для каждого игрока. По обычным правилам вы оговариваете заранее, какой стороной они будут играть. Их свойства подробно описаны в правилах, и они тоже позволят вам взаимодействовать с новыми элементами дополнения и настраивать свою стратегию во время игры. Новые жетоны начальника станции в количестве шести штук также добавляются к базовым и случайным образом выкладываются на поле, что тоже работает на повышение играбельности. Что можно сказать по качеству компонентов? Да в общем-то все хорошо. Плотный картон с тиснением подлен, качество такое же, как и у базы, ничем не отличить. По мелочи можно придраться разве что к переводу. Жетоны начальника станции кое-где в тексте называются жетонами смотрителя. Больше мной особых ошибок замечено не было. И также, как бы такой странный факт, в коробку положили лишние черные жетоны. И вместе с запиской о том, что эти жетоны, в общем-то, для игры вам не понадобятся. По моим ощущениям, дополнение выводит игру на какой-то еще более высокий уровень вариативности стратегии действий игрока. Возможностей для управления своей игрой у вас становится еще больше. При этом все они не рассыпаются и по-прежнему работают как такой хорошо отточенный и сбалансированный механизм. У базы самой выигрышной тактикой, по моему опыту, был упор на продажу скота. То есть, как можно больше раз сбегать туда-обратно, продать как можно больше. Тогда как постройка зданий и вообще другие способы получения очков, как бы, отходили на второй план. А вот вместе с дополнением и появлением новых возможностей для получения победных очков, акцент с этой тактики, как мне кажется, сместился. И теперь думать нужно, на самом деле, гораздо больше. Прииграбельность, опять же, повысилась в разы. Я не скажу, что играю в эту игру чаще, но это скорее в силу моей блогерской профессии, да. Но это игра из разряда тех, в которые я хотел бы играть чаще. Причем именно в таком дуэльном семейном варианте. В компании друзей у нас почему-то такие игры соревновательные, с непрямым взаимодействием не очень-то заходят. Но это, опять же, все зависит от компании. Так что вместе с дополнением по реиграбельности мне ее, наверное, теперь на всю жизнь хватит. Но неизбежным минусом является увеличение времени подготовки к партии. Оно и так не маленькое, из-за выставления множества фишек на планшеты игроков, на игровое поле. Теперь еще плюс каждому торговые посты дополнительно выставлять. Да, и, в общем-то, на поле тоже жетонов прибавилось. В общем, подводя итог. Если вам зашла базовая игра, то советую рассмотреть дополнение к покупке. Я не скажу, что оно must-have, потому что база на самом деле тоже достаточно завершенная такая комплексная игра, евростратегия, которой вам хватит очень на много интересных партий. Но дополнение, как вы поняли, тоже привносит достаточно много контента, который определенно стоит своих денег. Новичков, людей, незнакомых с игрой вообще, лучше за игру сразу с дополнением не сажать. Пусть сначала сыграют партии 5-6 в базовую версию, а там уже, в принципе, видно будет. У меня же на сегодня все. Ссылочка на покупку базы и дополнение ждет вас в описании. Играйте в те игры, которые вам нравятся. С вами был Филипп, с любовью канал Твой Игровой. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok